МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перспективы открывают и договоры с Фондом сохранения культурного наследия достояния поколений, а также Государственным историческим музеем, Рязанской областью и Республикой Дагестан. Конечно, процветание для республики, дружбы с другими народами. Я бы специально сказал, что с народами мы действительно, не только российские регионы, с каждым годом удваивается количество участников, как регионов, так и стран со всего мира. Это, наверное, еще раз подтверждение тому, что этот форум востребован, он нужен, он действительно объединяющий. В этом году в рамках форума проходит и четвертый межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров Севера, Сибири и Дальнего Востока. Впервые на территории Хакасии. Наша съемочная группа побывала на открытии, рассказывает Юлия Константинова. Национальность у Владимира Ангина редкая. Ульч, рассказывает ее представители, меньше трех тысяч. Живут в основном в Хабаровском крае, в низовьях Амура. Танцы похожи на чукотские, скимолские, нанайские, венкийские. Пластика там все тоже родственная. Сложно будет отличить, но все равно отличается. Потому что нанайские, например, в основном подражают животным движение. В основном медведю подражают. Или оленям с сахатом. Эти особенности изучает студент-третий курсник Санкт-Петербургского госуниверситета народов Севера. А потом воплощает знания в фольклорном театре-студии, который в программу межрегионального смотра конкурса этнокультурных центров включен впервые. Также впервые в качестве почетных гостей и крупные регионы. Еврейская автономная область, Липецкая. Больше 150 человек, 14 коллективов в этом году познакомят с культурой, традициями, ценностями своего народа, зрителей Хакасии и членов жюри, которым в этот раз особенно сложно было выбрать лучших. Поэтому призы, подарки, дипломы получили все участники проекта, поддержанного Министерством культуры России и правительством Хакасии. Мы видим, с каким энтузиазмом, с какой любовью Иисус свой материал, тех, кто выходит на сцену. Люди, принадлежащие этим народам, с какой любовью действительно это делают. И не важно, что кто-то умеет больше, у кого-то получается больше, у кого-то хуже. Не в этом, конечно, дело, а в том, как они относятся к своей собственной культуре, к своему народу. В этом сегодня еще раз убедятся жители Абазы и Таштыбского района. А завтра гости Тумпайрама, где тоже будут выступать коллективы межрегионального смотра конкурса этнокультурных центров Севера, Сибири и Дальнего Востока. Юлия Константинова, Владислав Тустовой, 200 Хакасии. Прибывший в Хакасию с двухдневным визитом полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский дал эксклюзивное интервью нашей телерадиокомпании. Палпред ответил на вопросы не только по проходящему в эти дни историко-культурному форуму, но и которые касаются повседневной жизни жителей республики. В частности, судьбы отмененного поезда Абакан-Красноярск через Ачинск. Напомню, из-за этого у жителей станционных населенных пунктов возникли проблемы с передвижением по республике и выездом в Красноярский край. Каждый вид деятельности должен быть рентабельным, в том числе и пассажирские перевозки. Но это совершенно не означает, что нужно отменять поезда. И я обязательно к этому конкретному поезду вернусь. И я думаю, что может быть найдено решение. В чем я вижу это решение? Ну, во-первых, само РЖД сегодня недостаточно энергично работает над оптимизацией, сокращением издержек. И на самом деле я не за то, что перекладывать пассажирский тариф на грузовой, но правильно, экономно, эффективно посчитать сетевые затраты и минимально их переводить на пассажирские перевозки – это задача компаний, задача отрасли. Второе – это не означает, что регион должен быть в стороне от этих проблем. Полпред также высказал свое мнение по поводу предстоящих в Республике выборов губернатора и депутатского корпуса. К другим темам. Сегодня в Абакане мастер-класс для детских хирургов Республики провел московский профессор, один из самых профессиональных детских хирургов страны – Игорь Киргизов. Он продемонстрировал новое эндоскопическое оборудование во время проведения операции. За ее ходом наблюдали хирурги и врачи-интерны в конференц-зале Абаканской городской больницы. С подробностями Виктор Лушников. Игорь Киргизов уже не считает, в который раз вымылся, как говорят хирурги, перед операцией. Общее их число за четверть века медицинской практики профессора перевалило за 10 тысяч. Но сегодня случай особый. Он оперирует 7-месячного ребенка не в Москве, а в Абакане. Восстанавливает ему часть кишечника, исправляет малышу врожденный дефект. С применением самых передовых медицинских технологий. Цель нашего визита – это не проводить уникальные операции. То есть цель нашего визита – сделать такую медицину доступной для всего населения. Операция стала мастер-классом для абаканских коллег московского профессора. Они по очереди ассистировали ему и наблюдали возле хирургического стола за действиями маэстро. То, что он к нам приехал – это большое подспорье, помощь нам, учеба. Сейчас будем непосредственно у него обучаться таким операциям, которые в последующем возможно и невозможно даже, а будем проводить сами. Профессор привез с собой прибор, в котором соединены три функции – разрезание тканей, их прижигание и обработки. Во время эндоскопической операции он показывает и объясняет своим коллегам все преимущества нового оборудования. Те, кто не вместился в операционную, наблюдали за действиями профессора из конференц-зала. Естественно, переняв этот опыт, мы, наверное, будем заинтересованы приобретением такого, потому что это новая технология, это мало травматично, это быстрое заживление идет после оперативных вмешательств. После завершения операции профессор прочитал лекции местным хирургам. Каждый из них получил возможность попрактиковаться в работе с новой техникой. А это значит, что такие операции вскоре станут обычными и для Хакасии. Проект под названием «Промышленный парк Черногорский» одобрен на федеральном уровне. В Москве в Министерстве экономики России состоялось итоговое рассмотрение инвестиционных программ из разных регионов страны, в том числе и из Хакасии. Первый транш почти 30 миллионов рублей Черногорск получит уже в этом году. Напомним, «Промышленный парк Черногорский» займет 200 гектаров муниципальной земли, на которой будут размещены 30 производственных помещений. Четыре стартовых проекта прошли все согласования и готовы к началу реализации. Осталось дело за малым – подвезти на территорию парка всю необходимую инфраструктуру – водо- и электроснабжение, водоотведение. В итоге к 2015 году будет создано дополнительно полторы тысячи рабочих мест, а к 2021 уже 5000 человек обретут новые места работы. В Абакане вскоре может появиться микрорайон с названием на хакасском языке. Об этом объявила городская администрация. Он строится около гипермаркета Поляна. Выбрать название предлагается всенародно. Строительство здесь уже идет. Во всяком случае, издалека виден католический костел. А на свободные пока территории скоро появятся многоэтажки. Администрация Абакана приглашает всех принять участие в конкурсе. В течение месяца можно принести свои предложения в редакцию газеты «Абакан» или в информационный отдел мэрии. Кроме того, свои варианты можно отправить на адреса электронной почты, которые сейчас на экране. Лучшее название будет определяться голосованием. Кстати, уже есть и первые версии. Аяс, что в переводе означает «светлый, солнечный» или «пайзан» – «красивый, привлекательный». В журналистской среде появился и свой вариант «турпан», что значит «птица, живущая у воды». Это все, о чем мы успели рассказать вам в этом выпуске. Напоминаю, что новости нашей телекомпании вы также можете смотреть и в интернете. Адрес сайта – вестидефисхакасия.рф. А прямо сейчас есть мнение. Что касается принятия вот этой новой федеральной нормы, о которой сейчас все говорят, что допускается небольшой промилле, я думаю, что это абсолютно оправданно, поскольку крайнести не нужны. Мы приняли абсолютный запрет, когда алкотестер должен показать ноль промиллей. А по факту человек может действительно принимать лекарства. Человек выпил квас и тоже возникла проблема. Поэтому это была крайность. Я думаю, что сейчас путем введения этой нормы этот процесс будет урегулирован. К сожалению, наши понимают, что это все проще. Раз разрешили, значит, можно. Можно пить спиртное перед тем, как сесть за рулем. На самом деле нет такого решения о том, чтобы выпил пиво и езжай. Нет ни в коем случае. Это страховка от погрешностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова